Давайте вот кто-то может, если не постесняется встать и сказать, какая нестандартная цель, ну стандартная там, чего-то научиться, посмотреть, послушать, посмеяться. Нестандартная цель на сегодня есть у кого-то какая-то? Отлично, мне нравятся такие штуки. Давайте попробуем, раз мы разминаемся. Вот я, например, в голове у меня укладывается, как закрытость бизнеса влияет на то, что люди ездят на красный свет. Я очень люблю такие истории. Я сам их укладываю в голове. Как это, какая ниточка? Бизнес украинский закрыт. Он не делится информацией друг с другом и бывает за одним забором. Существует две компании, которые работают, ну или работали, это мой реальный кейс, как бизнес, в том числе консультанта. Работают, например, раньше это было с Российской Федерацией, не понимая, что они могут быть контрагентами. Бизнес закрыт. Закрытый бизнес кидает информацию о себе. Отсутствие информации в прессе не позволяет сформировать бизнес-СМИ хорошего уровня. Бизнес-СМИ хорошего уровня не позволяют через открытость, через информацию об этом человеке, как собственнике, влиять на его поведение. И вот представим себе наша жесткая ситуация. Нас Харьков знают не всегда с самой лучшей стороны. У нас есть несколько ситуаций очень жестких. Это не закрашивание Гамлета Зиньковского, его работ на одной из стен, если вы следили за этим событием и чередой событий. Это, например, когда молодая девушка одновременно в несколько секунд убивает очень много людей на автомобиле. Так вот, если брать такой жесткий кейс езды на красный свет, то он непосредственно связан с тем, если бы она сделала это один раз, и кроме штрафа в прессе прозвучала информация о том, что она дочь такого-то бизнес-СМИ, а, скорее всего, отец, возможно, я не знаю точно деталей, занимается бизнесом. И, например, это повлияло на то, чтобы люди сказали, я не буду покупать товары у этого человека из-за открытости, то папа бы сказал бы, вот тебе на штраф, например, и это условные полторы тысячи гривень, 3-400, сколько угодно, а вот это я потерял, дорогая доченька, из-за того, что у меня перестали покупать товары. И такое наказание было бы гораздо жестче, и она бы точно перестала, ничего бы не нюхала бы, едущи за рулем, и точно бы не ездила на красный свет. Вот такая штука. Поэтому мне очень близки темы, что прийти послушать про первый бизнес для того, чтобы через какую-то итерацию повлиять на экологию в нашей планете. Ну, вроде бы мы начинаем, тут не все будет хорошо видно, я буду что-то договаривать. Практический маркетинг для первого бизнеса. Вероника, если можно, следующий слайд. Что общего? Привет, мы близко не начинали. Что общего у этих четырех картинок? Популярность. Ну, все знают, кто там нарисован, да? Угадывается? Да, да. Окей. Кто там может? Популярность супер, да? Вполне возможно, что есть такая шаурма, которую знают все, допустим. Кто знает про чебуреки на маршала Жукова? No name вообще, то есть хорошее что-то, и мы сегодня об этом поговорим, что позволяет нам, сидя далеко от маршала Жукова, знать про эти чебуреки. Да, это забавная, конечно, история. Вот, есть что-то общее, да, и в том числе узнаваемость у этих картинок, поехали дальше. Тут написано, что это бизнес. В целом и на шаурму, на барбашово можно посмотреть как на бизнес, потому что у нее есть цель, схожая с тем, как ставить задачи себе любой бизнес. Какая цель бизнеса? Если говорить сухо, это прибыль. Более того, настолько сухо, что закреплено еще в законодательстве, что цель хозяйственной деятельности любого предприятия – это получение прибыли. То есть она, эта законодательная норма, ограничивает мечтателей от того, чтобы они разбились, просто делая всем добро. Они говорят, ребят, можете делать добро, но если вы за бизнес, запрабатываете прибыль. Почему? Потому что в этом смысле вы точно будете заточкой безубыточности, которая несет все обязательства ваши перед контрагентами, зарплата, налоги и так далее и тому подобное. То есть вы будете социально полезны. Ну вот, по всякому счету, в нашей парадигме сегодняшних столетий, тысячелетий. Поэтому это про прибыль. И все эти ребята, которые были в четыре, даже не лого, а три бренда и одна шаурмичная такая, это про бизнес, это про прибыль. Даже газголдер, точнее, даже крещерные анализы, это тоже про бизнес, про прибыль. Мое определение, которое мы вывели в МОНИ, наша команда называется МОНИА ГЕЦ, и мы тоже стремимся, что нас не путали с МОНИ ГРАММами, хотя все нормально. Да, есть Моисей ГЕЦ, который основал маркетинговое бюро в городе Харькове, и сам он одессит. Так вот, маркетинг – это управление ценностями, это наша ленивая интерпретация того, что такое маркетинг. Ну вот, Котлер, вы, возможно, слышали, да, есть такой мыслитель, научный деятель, который, собственно говоря, ты придумал слово маркетинг, либо его формализовал лучше остальных. И он имеет свое определение длинное. Я для вас, для лентяев, и для себя, для лентяя, придумал два слова – управление ценностями. Если это близко, давайте от него отталкиваться, в том числе с сегодняшней презентацией. Либо дальше, если оно будет полезно вам в вашей деятельности – научной, бизнесовой. Так получилось, что я немножко учился в открытом университете Великобритании. И, в целом, формализовал некоторое понятие о бизнесе благодаря их книгам, лекциям, титариалам и так далее, и тому подобное. В том числе, проверяя это через украинскую практику. И могу сказать, что в какой бы компании мы ни находились, это Apple, либо Шаурма, на Барабашова. Там есть управление людьми и организациями. Как минимум, сам собой ты управляешь, как человек, который единственный торгует, закупает, ну, все делает, да? Управление финансами. Я уверен, что Криштиан Рональдо либо сам считает свои бабки, либо у него есть человек, который это делает. Управление операциями. То есть все эти бизнесы встают в некий продукт, если говорить простым языком. Управление маркетингом. Как одна из частей бизнеса. То есть это некая вселенная бизнесовых ракурсов. И управление, на чем свет так падает, нежное управление изменениями и проектами, что является таким очень сложным, но тем не менее очень актуальным сейчас бизнесовым направлением во всем мире. То есть как, имея вот все, что перед тобой, простым языком, перейти с точки А, точку Б. Вот как, что является основой для этого перехода. На сложном сегодня не будем, сегодня будем на простых вещах. Поехали дальше. Я хотел найти хорошую картинку с криптонитой и бастой, но не получилось. Как-то все это как-то попадалось не очень хорошего качества. О чем история про людей? Если вы основываете свой первый бизнес, есть несколько вариантов, с которыми вы будете сталкиваться. Вы будете управлять сами собой. Как показывает практика, чаще всего самая эффективная ситуация, и ты эффективнее всего, когда ты, здравствуйте, когда ты управляешь только самим собой. Ты регулируешь, когда ты встаешь, сколько ты работаешь, ты вкалываешь, либо ты ленивый. Ты говоришь только сам собой. Если вам повезет, вы найдете команду единомышленников. И вот один из ракурсов современного бизнеса говорит о том, что самый сложный или один из сложных вызовов, как людей, которые частично похожи на тебя в своих ценностях, частично нет, включить в свой бизнес. Кто делал что-то, направленное на зарабатывание деньги с друзьями? Вот у кого была такая попытка реализованная? Вам легко удавалось согласовать свои интересы? Не очень. У нас недавно был на этих выходных очень свежий кейс. В 11 часов после большого рабочего дня над проектами нам сказали, завтра к 10 часов утра вы должны снять ролик, неполнометражный, 7 минут, с выполнением разных условий. Он должен быть озвучен, смонтирован, вся команда в кадре, не меньше трех локаций. И наша личная задача была 15 детей одновременно в кадре. Никого никогда не интересовало о том, как Криштиан-Анальдер достигает результата. Мы все любим смотреть его голы. Никто, ну точнее сейчас мы иногда смотрим, как скриптонит признается Дудю, как он делает свою музыку, открывает мир. Но в целом нас интересует прежде всего релиз, который сшибает голову. Если честно, я немножечко, вы видите, с другого поколения, но мне нравится то, что происходит в современной музыке на СНГшном пространстве, потому что очень много молодой энергии, энергии, которая работает совершенно по другим законам, чем Алла Пугачева. И этим, конечно же, привлекает внимание, потому что там очень много честности какой-то. Там уже очень много денег, и кого-то, наверное, это повернет в сторону, а можно ли еще больше и еще больше. Очень много честных ребят. Я считаю скриптон достаточно честным чуваком. Есть немножко другая команда. Вот, возможно, кто-то знает, кто тут изображен. Угадываете, знаете, нет? Да, есть кто-то знает. Ну, если не хотите говорить, баджи интроверты, ребята, не говорите, просто кивните, что я знаю, что это группа Radiohead, которая, собственно, в таком составе, если можно вернуть назад, почему они здесь? Они в таком составе, как начали играть в оксфордском своем местечке небольшом, так до сих пор играют, уже им 50-40 лет, извините, что я перешел на другой язык, но они уже старые дядьки на самом деле, но они состав никогда не меняли. И согласование интересов для того, чтобы все время играть музыку мирового уровня, это один из самых больших вызовов. Повторюсь, в самом первом вашем бизнесе этот вызов будет, да, вот, ты, ты сам, и твой вызов – это команда, небольшая, наверное, сначала, да, которая работает с тобой. Так вот, в 10 часов утра наш ролик был готов, там было 15 детей в одном кадре. Мы работали, естественно, как вы понимаете, всю ночь, некоторые из нас монтировали впервые, некоторые снимали впервые, некоторые впервые подписали сценарий. Люди, это один из вызовов первого бизнеса, но поскольку мы сегодня про маркетинг, мы спустимся сейчас к маркетингу, в том числе, это мы вот с горы спускаемся к еще более простым и важным вещам. Поехали дальше. Финансы. Управление финансами является важной частью первого бизнеса. Был ли у вас курс финансовый? Нет, будет. Уделяйте внимание цифрам, как в маркетинге, так и в первом бизнесе достаточно много. Взрывные. Это вот те 10% магии. За ними часто, особенно чем богаче бизнес, чем выше степень ошибки и зона риска с точки зрения количества потерянных денег, тем больше их бизнес считают. Например, ресторанный бизнес. Мы недавно, как говорила уже Вероника, представляя Ганны Тазенковского, мы помогли первый раз открыться и реоткрыться в картине Мастер. Как вы думаете, в ресторане нужно считать? Почти очевидный вопрос. Что нужно считать в ресторане? Есть определенные показатели, которые не нужно выдумывать, которые есть открытая, накопленная статистика, какие показатели являются важными для ресторана. Если вы идете в конкретную отрасль, вам, слава богу, много уже выдумывать не нужно. Сегодня мы сосредоточим свое внимание в маркетинге, именно на операции, как это не смешно звучит, именно на том продукте, который создается, потому что, если, повторюсь, вы меня спросите, первое, с чего нужно начать первый бизнес, это понять, что твой продукт любят, а кому-то интересен. Сосредоточьтесь на продукты. Вот это абсолютно продуктовая компания, не зная то, что продукты у нее меньше, чем Samsung, но она продуктовая до москолькостей. Она делает такие продукты, которые задают тон в индустрии. Подумайте, вопрос, будет ли ваш продукт задавать тон в индустрии? Будет ли он нести что-то новое? И не менее важный процесс, потому что это инновационная компания, она на самом деле спрашивала у нас, чего хотим мы, она сказала, вы будете это хотеть через некоторое время. Что такое вселенная маркетинга, мы с вселенной бизнеса спустимся к вселенной маркетинга, мы с вами обсудим, какие есть аспекты маркетинга. Поэтому этот слайд сейчас очень быстро, если можно, наверняка. Следующий. Еще раз, определение, которое предлагаю себе спрятать, как минимум для того, чтобы практические его оценить, прикладывать его к курсу маркетинга, который вы изучили, изучаете или будете, изучать к своему бизнесу, к бизнесу своих друзей, маркетинга управления ценностями. Так, мне кажется, можно объяснить и выстроить отношения к этой дисциплине простым способом. Поехали дальше. Это мы называем тоже из курса открытого университета Великобритании, но очень применимо на практике, и это подтверждается моей бизнесовой практикой. Что такое? Маркетинг разбитый на разные зоны и на разные блоки. Есть зона стратегии. Известно ли вам понятие стратегии? Давайте попробуем любое определение стратегии. Мы не на экзамене, тут можно и нужно ошибаться. Что такое стратегия, по вашему мнению? План, которого нужно придерживаться. Окей. Да, стратегическая трактическая родина. Чем они отвечают друг от друга? Супер. Тактика. Горизонтное планирование. Абсолютно верно. Тактика это менее... Помнишь имя, если можно, мы так позвольствуем. Антон, я Кирилл. Супер. Тактика это промежуток маленьких времени, а стратегия это как бы конечная цель, которая выйдет. Да, неплохо. Стратегия более длинная во времени, тактика менее длинная она имеет срочность какую-то, например, месяц, горизонт планирования. Окей, еще отлично. Попробую продемонстрировать на одном примере. Мы действительно открывали ресторан «Фамилия». Мы действительно открывали ресторан «Картина маслом». В «Картина маслом» есть концепция, что ты не просто ешь, а ты еще вдохновляешься. И поэтому Татьяна Томасьян это глава двух наших галерей. Галерея муниципальная, если вы знаете такую, на Чернышевском 15, и галерея Вова Таня. Она помогла нам сделать выставку из достаточно известных, продающихся, в том числе за рубежом, харьковских художников. Там есть нет моего любимого Чагана Наразяна, я его обожаю, что я прекрасным харьковским, украинским и мирным художником. Ну там есть Гидзевич, там есть да в общем зайдите посмотрите, пять художников, которых мы собрали. Достаточно отличные ребята. И вот вопрос. С точки зрения организации этой выставки это очевидно были затраты. Не важно какие, но они были. Если мы рассмотрим в горизонте планирования одного месяца, это дополнительные расходы для ресторана, которые отражаются в ведомости, в учете, и если мы с высшими доходами на расходы, маржа будет меньше естественно, чем если бы мы не организовали эту выставку. Но с точки зрения стратегии мы хотим сделать что-то, что бы отличало нас от Чехова, от 1674 и от на самом деле большинства, а то и всех украинских ресторанов. Потому что на наш взгляд, по нашей информации нет ни одного украинского ресторана, где была бы регулярно меняющаяся выставка актуальных украинских художников. Вот какая разница по моему мнению, или какой пример бы я привел, если бы меня спросили, какая разница между тактикой и стратегией. Так вот, стратегия. Чаще всего это действительно делать по-другому и поиск этого другого это зона ответственности директора по маркетингу. Либо собственника, если это небольшая компания. Вас, в вашем первом бизнесе. Следующий блок, мы его назвали «Безуслебная» испытывание рынка и потребителей. Обычно это вот аналитический департамент компании, который считает цифры, смотрит тренды. Это отдельный блок. Есть еще один блок, который называется «Упроверение потребителей». Вы знаете, что сейчас на заборах разное пишут. Пишут слова, пишут там соли разные, указывая, да. Я надеюсь, что вы как ведуть против наркотиков, потому что это не должно вас отвлекать от цели. Обычно это отвлекает от цели. Давайте, это моя интерпретация, почему не стоит этого делать. Так вот, в том числе там можно редко увидеть слово CRM, тоже на три буквы, но не на букву «Х». CRM – это система управления уже полученными потребителями. Bittrex 24, возможно, слышали. Возможно, слышали, 1С обладает возможностью управлять потребителями. Нужно ли это? Давайте, на ресторане сконсировались, уйдем теперь в девелопмент. Я работал во вонтаже. Есть ли во вонтаже Bittrex? Точнее, есть ли в амонтаже система управления потребителями? Безусловно. Этому потребителю предложить новую услугу. Поэтому введение базы данных тоже может пригодиться вам. Особенно, если ваш бизнес, особенно, если ваш бизнес с так называемой высокой частотой потребления. Если у вас покупают часто, введите обязательно свою базу данных. пока нам показывает 7-й экран, я вспомню, что у нас в блоке внизу есть еще три подблока. Это так называемые 4P. Тот, кто изучал курс маркетинга, уже сталкивался с этим, да? Маркетинг-микс 4P. Слышали? Супер, отлично. Там, если помните, есть товар и бренд. Это зона здесь. Вот, иди в любом. Например, картину масла, как название, кто-то должен придумать и нарисовать. И в битбайдаре это сделать. Обычно, так же, новые брендинги-авантажи тоже. Имя мы не придумывали, а вот новый бренд-авантаж сделали мы. Управление цена названия реконструктивных продаж. Где и за сколько ты будешь продавать свой продукт? И управление по амникациям. На самом деле, самая яркая, самая красивая, самая крутая часть маркетинга, которая видна всем, например, хорошая реклама, она запоминается, она нравится, она находится здесь. Что это еще раз? Мы, условно, в команде называем это вселенная маркетинга. Откуда она родилась? Ты не поверишь, три английских ученых, вот так шутят, три английских ученых плюнули, позакрывали все ученики по маркетингу. И что сделали? Открыли объявление о работе. Собрали их очень-очень много и посмотрели, кого компании покупают, думая, что это маркетолог. И вот они выделили те компетенции, которые необходимы бизнесу, а не те, которые пишут в книгах. Соответственно, это чуть ли не самое практическое понимание маркетинга, которое существует до сегодняшнего момента. Оно не единственное, я люблю качественные учреждения, я люблю, когда мне говорят, Кирилл, ты не прав, есть вот еще такая история. Это вообще прекрасное состояние ума, фехтование постоянно. Но, одна из концепций, которые я хочу прислужить, именно такая, стратегия, где это по вашему, она не тика, это может быть, так и называться, я тоже по работе с клиентами. Это часто отдаются украинских реалий отделу продаж, который отвечает за цену образования, и где мы продаем. Хотя в мире это тоже управляется маркетингом. Брендинг и коммуникация. Брендинг. Да, вопрос. Помнишь правила? Башка. Супер, Башка. А если это, разве не должно теперь в рейс-статегии? Ты знаешь, это прекрасный вопрос, вообще, вопрос прекрасный, Павел. Смотри, мне близка итерационная модель. С чего начинается? С курица, яйцо, с чего начинается вообще жизнь любая, любое новое действие? Например, есть понятия, особенно в творчестве, демиологи, человек, который вздыхает что-то, он вдохнул, он вошел, все, расцелел. и у него начинается, например, с идеей, каких-то картинок, он что-то приходит к нему. Идея превращается в гипотезу, а что если яблоки квадратные будут продаваться лучше, чем шарами, да, это геолитная форма? И он начинает работать тем, чтобы делать квадратные яблоки. У него получается при этом квадратный арбуз, и вы знаете, в Японии уже реализована такая штука, да, и он понимает, что для логистики квадратный арбуз это на самом деле очень много пространства, которое проводится не бесплатно, а за деньги, да, и вот он его сэкономил, и он получает свою нишу. Ну, это прикольно вообще есть, и я бы с удовольствием сел буквально на карминус, потому что мне интересно, что ли, там приход будет какой-то в него, эмоциональный, эмоциональный. А можно на два раза, если можно, если можно, если можно, а завтра. А ты можешь говорить? Я могу, как он тебе говорит. Я могу изменить вас сегодня на аналитике. Итерационный подход, предполагаешь, есть гипотеза, она проверяется исследованием, да, и в этой связи исследование первое или нет. Они могут стать первым ответом, стоит идти дальше или нет. Но до этого должна быть, например, идея. То есть мы должны что-то, согласен, что мы должны что-то исследовать. Для того, чтобы что-то исследовать, нужно что-то предположить. Зона предположения? Стратегия и что? Стратегия и что? Идея. Стратегия и идея, да. А стратегия это как? Абсолютно. Стратегия это как? Да, да. Стратегия это как? Идея, допустим, что мы делаем? Стратегия это как? Совершенно верно. Тут ты права абсолютно. Поехали дальше? Угу. Павел, мы с вами продолжим. Ну, рестораном, пусть у которых есть, конечно же, повар, который сделал это чудо. Ресторан, это качество, дорожное. И причем, когда их три, то что говорят, когда их три? Лучший ресторан в стране, например, да? Причина, по которой вы можете не должны заехать в этот город. Вот это у мурашки похоже. То есть, вячеслав город, и все-таки это его строили, разрушали, грабили, там опять строили. И единственная причина, по которой вы уже заехали, это это ресторан. Вот такие вещи делают маркетинги, на самом деле это вообще очень забава, потому что Мишлен, если вы знаете, за что начинает эта маркетинга, это не ресторанный бизнес. Пацаны, подскажите, девчонки, вы все хотели, зачем вы сейчас знаете лучше, чем пацаны? Была идея, как отличиться стратегия, помните, да? Зачем придумывать эту штуку, потому что нужно забраться, нужно набирать команду, которая будет создавать идею, но они подумали, как мы отличимся, давайте мы сделаем что-то, как пирелли, да? В какой-то календарь, который покупают все пацаны, потому что там красивые девочки на фоне тех же самых шин. А как мы отличимся от пирелли? Они сказали, давайте сделаем, да, вот такой гид, потому что что такое шина, да? Возможность обуть свою машину, а что такое машина? Впрочем перемещаться с точки А точки В, а перемещение это, в том числе, то есть диалоги, что... Это такая была, наверное, большая история, и обратилась вот в прекрасную штуку. Так вот, о чем я говорю. Поскольку мы про критическое мышление, и то, что нет однозначных атлетов, я бы, конечно же, желаю открыть такой ресторан, сделать такой отель или что-то, что было бы оценивано по максимуму вашей отрасли, но тут больше консенсация на том, о чем уже я предложил подумать. Продукт поставьте во главного угла. Когда вы делаете свой бизнес, поставьте продукт во главного угла и танцуйте от него. Это еще один тезис, который я буду повторять несколько раз, если вам он интересен. Ребятам там по-моему интересен. Поехали дальше. Мечты дзира суши. Любишь суши? Ешь суши? Да. Вот этот парень, говорят, лучший сушист в мире. И вот видите, он заманил этого, как бы сказать, негритенка, да? Он заманил этого мальчишку, да? Поесть в Японию. Это значит, вы понимаете, не японец. Сейчас много африканской крови в разных нациях. Мари живет много. Но это точно не японец. Он заманил его в Японию для того, чтобы накормить его суши. Посмотрите, пожалуйста, если еще не видели мечты дзира суши. Дзира ему о том, как парень все свое время, которое ему отведено жизнью, сознательно, занимается тем, что он режет суши. Да, и больше ничего в жизни с этой стороны не видели. С другой стороны, я доработал вот эти кислородные тексты, которые он из-за смешной. Не будущее, это даже ресторан. Но не ресторан. Он по меркам Японии этот забегалапка, да? И по нашей меркам. Просто чистое, хорошее, вкусное. И для лучшей суши в мире, как говорит автор гида, отключающий за вот эту страну и за эту направлень. Майканеш. Вопросы от од愚ти, которые я рекомендую вам зафиксировать. Мы их частично уже проговаривали. Вы знаете, что смешное, и я надеюсь, это вас посмешит и надеюсь, вы никогда не столкнетесь с этим в своем бизнесе. Иногда, самый худший вариант, или самый сложный вариант, худшая оценка, сложный, там нужно решить задачу. Бизнес не понимает, какой его продукт. Делает и не понимает. Я могу сказать, что я четыре года в моде работаю, в этом году я начал понимать, какой продукт мы делаем. Поэтому я не думаю, что это плохо, и у нас сегодня такая тупость. Это сложно найти сотрудник. Второе. То, что ты понимаешь своим продуктом, не соответствует пониманию твоего потребителя. То есть, тебя покупают такие, но не покупают за то, что ты думаешь, что ты делаешь. То есть, улучшая свой продукт в том, как ты его видишь, ты можешь не давать ценностей своего потребителя. Потому что он тебя покупает в другую. Вот это вариант, можешь убрать главную ценность за потребителя, которую ты просто не заметил. Третий вариант, когда я понимаю, что я делаю. И Дира, наверное, понимает, что он делает. Он делает суши. Вот прямо я думаю, что ты не спросил, что ты делаешь, а я делаю суши. Все. И в этом, конечно же, и большая процвета, и большая философия, и то, почему он лучше любит. Люблю я с собой. Для первого бизнеса не мешает любить то, что же делает. Если будет третий и четвертый, вы можете просто зарабатывать деньги. Первый, если я желаю вам, чтобы он был успешным, первое я рекомендую делать с хорошим чувством. Будут ли его любить покупать другие? Тут не нужно исследование, Павел. Это на самом деле может проверяться на прислалутых трех «Ф», которых вы тоже, наверное, учили. Это «Full, friends и family». Наконите своей едой маму. Если она найдет себе, смеется сказать, что это невкусно, доработайте продукты. Маму дорабатывать не стоит. Я думаю, что она просто честно своей поступила. Платит ли этих людей, чтобы начать бизнес? Вот здесь начинается уже цифра. И тогда вы говорите, в целом, я хотел бы, чтобы бизнес, например, был прибыльный, потому что это гигиеническое условие бизнеса. А во-вторых, позволял мне закрывать мои потребности в путешествиях, в обучениях, в том, что считается сейчас для вас ценным в вашем состоянии. И тут вопрос очередной, будет ли эта сумма получаться в конце месяца, либо в середине месяца, если свести доходы и расходы. Будет ли покупать столько ваших бутербродов, покупать ваших плантин, компаний, чтобы у вас получился так называемый бизнес? Можно ли машина берет бизнес? Есть история о том, что американский бизнес учит примерно 90% этого франшизы в франшизе. Историю я бы хотел проверить, но я думаю, что она недалеко, может быть не 90, а 79 или 83, ну и очень близко. Что такое франшиза? Возможность быстро вырасти. Подумайте об этом изначально. Хотите ли вы или планируете ли вы строить франшизу, потому что, например, одно из главных условий франшизы – это систематизация бизнеса. Ты должен объяснить человеку, который никогда не делал то, что ты любишь, как это делать почти так же хорошо или так же хорошо, как ты. Какие самые успешные примеры франшизы в франшизе? Однозначно сразу. Есть стандарты, очень много, которые позволяют, не говоря на английском языке, по сути, что в Харькове, что в Тбилиси. Открыть макдонец, похожий на… Ну давайте, не в Тбилиси, а в Батуми. В Батуми самый красивый макдонец, когда это вообще один из самых красивых дел. Действительно, он похож на оранжевею, там, миланский, там, не в Европе, а в Тбилиси, а в Батуми он прекрасный. Мне тоже очень понравился и более того, оказалось, что многие продукты, которые забираются там, чтобы сделать, что-то, например, в гору или картошку, они украинские. Вот я бумага украинская, картофель польский однозначно, потому что здесь картофель макдонец в Европе делал в Польше, в конце концерта. Ну, в общем, делал. Поехали дальше. Есть такие чек-висты. Вот тоже из них, я их не помню, это Монина, настоящая Монина тетушка. То есть это вот Моисей Валимович, это его тетя, это Григос, Одесса, все очень… Это настоящая фотография, это верняка у Путылки. И вот есть 20 вопросов, которые чаще всего мы задаем бизнесам, с которыми мы работаем, чтобы проверить их уровень маркетинга в Крыме. Из них мы выделили несколько. Выделили несколько, я виду, вы должны быть обращены в этом чисто, но он не виден. То есть вот я вам… Не виден. Я вас демонстрирую, что выбрано более жертвы, чем позволяют. Ну, в общем, окей, правильно. Во-первых, презентация будет доступна, вам и вы можете убедиться, что там есть жертвы. Во-вторых, прошу сейчас не углубляться в эти вопросы сильно, я выделю те, которые считаю важными для вас. Первое. Судитесь ли вы именно понимаете тематами для цифрования? Не нужно. Вот это не нужно. Формализованная ли вам стратегия в компании? Нет. Оцикрованная ли она? Нет. Формализованное ли обедное предложение? Начните с этого. То есть какой ваш продукт? То, что мы говорили до этого, еще раз, больше умным языком. Какой ваш продукт? Что вы будете делать? Товары, услуги, идеи о том, что вы проводите сейчас и так далее. Выбрали это в форме бенчмарка. Предлагаю тоже это зафиксировать себе в современном мире. Так советуют многие, даже очень богатые лунные бизнесмены. Не стоит выдумывать с самого начала. Посмотрите, что сделано, отклонитесь от этого, для того, чтобы сформировать свою уникальную структуру. Коммуникация. По работе с продуктами, те, что я предлагаю вам в основном, в первом бизнесе, поработайте с коммуникацией. Как и кому вы будете говорить в своем продукте? И будет ли достаточно? Возможно, вы встречались, любимая тема вероники, в последнее время это воронка продаж или воронка коммуникаций. Хватит ли вам? Знающих. Например, да. Хватит ли вам этих знающих, чтобы они захотели и заплатили? А вы понимаете, люди, которые до этого рассчитали, сколько вам нужно продать этот продукт? Сколько должно знать? Ну, какой-то пропорции. Либо предположите, это будет гипотеза, которую вы проверите на своих выдах. Сколько должно быть знающих о вашем продукте, чтобы у вас вам конвейер по отпуску работал. Сколько стоит. Прочтете что-то, подсмотрите. Это тема для, надеюсь, если вам понравится эта коллекция, для домашнего подсматривания какого-то внутреннего анализа для вашего первого бизнеса. Желательно ответить на все два вопроса. Лучшее или на четверку, на те, которые мы выделили жирно. Это будет принимать. Поехали. В завершение, если позволите, я хотел бы дать 10 своих лет в маркетинге. Несколько цитатов. И, возможно, мы поменяемся мнениями, насколько близко то, что я не откажу. Поехали. Конечно, это не такое открытие, и все об этом говорят. Я просто подтверждаю, с точки зрения своего опыта, самые большие продукты, интересные темы, сложные, вкусные контакты, которые мы реализовывали. Они либо были благодаря тому, что мы очень сильно работали и нашу работу оценили, поэтому нас пригласили куда-то в новый контакт. Либо они предполагали, в том числе, работу, не связанную с 9 часов, либо начало, а 18, наверное, закончили. На сегодняшний момент украинский маркетинг не формализован. Мало заказчика мог бы поставить так, техническое задание, чтобы ты прямо взял его и начал выполнять. Ты играешь и за себя, наращивая свою компетенцию, потому что маркетинг очень быстро меняется, достаточно быстро меняющаяся динамичная наука, особенно в коммуникациях. И ты еще помогаешь своему клиенту сформировать тебе задачу нужным тебе языком. Работаешь за двоих – это не метафором. Поэтому работать много – это то, что вас ждет, если вы будете заниматься маркетингом в своем бизнесе, для кого-то. Не важно. Следующий. Экспериментируйте. 90% цифры, 10% магии. Пока ты не начнешь складывать привычные циферки, фигурки, что угодно, непривычным способом, нового не получится. А рынок всегда в счастье и, к сожалению, ждет чего-то нового. Поэтому эксперимент, опять же, по моему мнению, это основа любых маркетинг и убийств. Вы должны быть ребятами с шишками, с порезами, с ссадинами. Конечно же, не обязательно физическими. Но вы должны приучать себя ошибаться, не бояться этого, выносить урок из этих ошибок и идти дальше, становясь выше, крепче. Это все пресловутая зона комфорта, дискомфорта. По-разному они шуты, видения черняк. Кто-то смотрит Big Money, да? Как бы он говорил, я думаю, что из зоны комфорта просят выходить в зону дискомфорта люди, которые там сидят, люди, которые не хотели, да? Какие-то богатеи, грозят выйти, какого-то бомжа из зоны. А он там и не был, даже никого. Но на самом деле, в нем лично, я человека уважаю, он доказал, что он умеет заражать все доллары. Это Хортица, если знаете, Global Spirit и Paris Holding, и один из лучших на сегодняшнем украинских, но русскоязычных каналов о бизнесе, о большом бизнесе. Если вам интересно, посмотрите выпуски «Ягния черняка», надеюсь, вам зайдет, как и мне. Я думаю, что зона комфорта – это не про маркетинг. Да ладно, ладно. Третья цитата. Вдохновение. Не знаю, с чем приходит. Мне в последнее время часто приходят вдохновения с хорошей музыкой, с классической. Без вдохновения невозможно построить первый бизнес. Я вам говорил не как любви к своему продукту. Пробейте слово «любовь» громкое, очень большое. Зайдите более маленьким словом вдохновение. Пусть требуется вдохновение вашим первым бизнесом. Поехали дальше. Насмотрим. Это и про то, что многое создано, поэтому не стоит, ну, хотите делать, но не стоит пробивать все стены, которые в них уже пробиты. Кто-то знает об этой рекламе? Слышал меня? Знаешь, да? Супер. Поехали. Ну, это битбор, то есть, словно вырабатывает воздух. Угу. То есть, там объясняется, как, то есть, какой-то, что не в инстанерике, он, что вырабатывает воздух, и из-за этого, как бы, можно вырабатывать воздух. А, чистой воды не хватает. Да, чистой воды, да, естественно, не хватает. И поэтому, то есть, здесь приведен, например, на практике, то есть, там внизу, под битбором, можно собрать эту воду. И, я знаю, это привлечение инвесторов, ну, так сказать, и по бусинам. Супер. Рассказал лучше, чем это сделал бы я, и более того, короче. Действительно, сейчас мы живем во время, когда рекламисты, макетологи говорят, реклама не должна только продавать, потому что она потеряется на фоне других разбирающих факторов, которые просят вас, ну, пусть ли мне. Она должна обучать, а иногда и вдохновлять. Вот это реклама меня вдохновляет. Проблема в Чили – это, действительно, очень влажный воздух, и есть не очень хорошие ресурсы водные доступные. Это трасса, это битборд, одновременно и рекламирующий производство воды, и производящий воду. В этом есть еще много битвесиков в этом рекламном кейсе, когда детки останавливались, там, прибегали дорогу, купались в этой воде, били ее, потому что она чистая. И лучшая реклама этого продукта трудно придумать, потому что она, наверное, и видна, и понятна в действии. Насмотренность говорит о том, что если вы будете заниматься маркетингом, то есть той вселенной маркетинга, еще не скучной стратегией, хотя это не всегда скучно, да, не скучным анализом цифров, а будете заниматься коэммуникацией и брендингом, то рассмотренность для вас очень важна. Проинвести такую рекламу, которая бы сразу обратила внимание на ваш уже хороший продукт, это большая или большая часть победы. Потому что вы дали понимание эффективно работающий бизнес, прибыльно работающий бизнес. Поехали. Вот еще цитапа, это молочная компания, которую вы знаете, наверное, по торговой марке Куторок, возможно, знаете, это собственник этой компании, который сам в наших диалогах привел такую фразу, она нам очень любимая, и мы ее опять уже используем. Маркетинг на 90 процентов, не наоборот, на 90 процентов это цифры, а на 10 процентов на юг. Ну, эти марки, я не знаю. Боятно больше. Горжусь, потому что есть, что ты делаешь по любви. У нас был такой кейс Харпи Дизайн Укенд, он посвящен был графическому дизайну, а не фэшн индустрии, и не производству, то есть не созданию интерьера, это именно графический дизайн. Но здесь для кого это святые, именно для меня святые были и Банда, и Федорио, и Агилви, и BBDO, то есть все выдающиеся, самые сильные агентства украинские, которые делают самую крутую рекламу. Если вы знаете, Банда недавно получила самый высокий приз признания мировое с точки зрения рекламной компании, которую она сделала, вот эти ребята все были здесь. Не обязательно всегда, там, тут не было Павла Жеша, не было Федорио, Андрея, но тут были ребята из команды, которые рассказывали, как сделать новую почту, как сделать такой бренд, который все знают, как сделать бренд работы UA, как сделать бренд ВДНХ, либо Евровидение, за что Банда получила свои награды. Поехали дальше. То есть это ивент, это не совсем наша громкая лидерность, но мы вот создали такой продукт. И вот в такой теплой атмосфере это проходило, это Андрея Хлайл, это хаковская компания, которую вы прекрасно знаете, вот Андрея, которая работает в Федорио, и вот прекрасная, милая, просто безумно очаровательная часть команды Витовика, это ребята, которые занимаются одним очень тонким направлением в графике. Они занимаются каллиграфией. Они одни самых крутых ребят, которые создают шрифты. И это отдельная наука, кого там в дух получится обратить на сегодня внимание на эту сферу дизайна. Это очень интересно, более того, очень практично, потому что, если вы покопаетесь немножко на эти статьи, посвященный тому, как шрифты на автобанах, того или иного, это не размера, вы, наверное, знаете, да, есть виды шрифтов, засечками, без засечек, они разные. Так вот, какой вид шрифтов лучше различают люди с плохим зрением? А это что? Это же не просто проказательные аварии, это проехал ты, я бы сейчас, допустим, мог бы быть не Банжеки в Татькове, а Банжеки в Полтаве, например, если бы я проехал какую-то штуку. Ну, то есть это бизнесовые факапы, да, когда ты едешь не туда, на развязке, на большой. Ну, и на самом деле, самые главные штуки – это просто безопасность. Так вот, шрифт имеет, этот, раздел маркетинга имеет, это, прямое влияние, а эти ребята самые крутые в Украине по шрифтам. Вы, наверное, пацаны, надеюсь, вам немного придет пиво. Но, знаете марку Черниговская? И вот Черниговская, которая была сделана с песнями украинскими, это белочерный фон, вот это создавали эти ребята с компанией ВПТО. Они рисовали красивый шрифт, такой украинский, как он называется, господи. Да не ладно, поехали. Ну да, ребрендинг-комантаж, то есть была одна штука, потом стала вторая штука, поехали дальше. Вот, какие они были, какие стали. Вот, такая, такая, такая вещь. Очень люблю этот знак, он, с одной стороны, очень простой, и может вызывать зимоту, и, как бы, окей, супер. Давайте попробую показать, что мы туда зашили. Во-первых, в этом знаке шрифт вставлен внутрь, и разорвать это окно, и знак невозможно. То есть нельзя отделить Мерседес круг от Мерседес названия. Оно сшито. Это ограничение. Ещё одно ограничение, это то, что с этим компания прожила в 15 лет, и, скажем, уже не чувствует себя такой. А это, по нашему мнению, единственная, самая простая форма, которую может начать нарисовать даже ребёнок, которая говорит о чём? Что такое доволокно? Это как-то есть участок земли. В стройке это управление недвижимостью, создание недвижимости. Есть айтишный девелопмент, а тут правильный. И вот когда, давайте так дальше, когда есть участок земли, и приходят на него сходы из квадрокоптера, и приходят в компанию, которые делают и проявляют за дом. Или вот. Да? Вот так. То есть, самый простой способ из 2D логотипа сделать 3D, потому что у вас в голове он уже начинает то так играть, то так. И мы продолжаем себя в историю более тонко, потому что, например, если вы всплёсните логотип Mercedes, то быстро на вертолёте прилетит электр по маркетингу и даст вам лопатой по чему-нибудь. Только круг, только 120 градусов между линейными в Mercedes. Это закрытый нож. Мы сказали, ребята, девелопмент – это всегда очень большая гибкость. Это просто стойка, а с другой стороны всегда будут такие сложные ситуации. Поэтому прямоугольник один и второй, они разные по размеру. И директор компании, который Евгений Васильевич, который закончил NJ, на его логотипе может быть такой формат, да, сочетание квадратных прямоугольника или рубриника, а у директора по маркетингу 3, а у секретаря 4. Это гибкость, которая говорит о том, что сама компания гибкая. Ну вот, примера. Таковая была задумка. Поехали дальше. Континговаться мы говорили уже, взять еще такой битый, но окей, да. Представьте, что он хороший. Это, да, киевская команда. Немного они разговаривали. Поехали дальше. Инвестиционные компании. Скучно про… Ну вот, это, возможно, даже попадалось вам на полках. Это «Радуга». Такое оно как «Квитаров». То есть брендингом, созданием идеи, созданием этого пятна визуального, который боролся бы с очень сильным, вот этим крутым «Даноном», принималось на этот канал. Это и дальше. «Чайнарион». Кто не пил вкусный, хороший чай, приглашаем. Это, в общем, даже не микробизнес, это нано-бизнес, состоящий из одного человека, который варит чай, который пьет «Борис Кремльщиков», «Сплин», вам известные ребята из «Пятницы», «Вероника Ля». Ну, то есть, да, это очень хороший юровый центр, который сделал «Чайнарион» как бренд, а мы делали его фонлей. Поехали дальше. Ивана Франковск, поехали дальше. Ну и вот новый стиль. Практически все стулья, на которых мы сидим в нашей жизни, это новый стиль, так получилось. Вот, линейка детского, детского, такого плита. Поехали дальше. Поехали дальше. Компания OpenTrial. Это туристический, вот так, сеть туристических объектов. Поехали дальше. И возможно, если кто-то из вас тренируется, знает такую компанию. Давай, давай, может. Ну, может быть, знать, да? То есть, вот, знак, который был до этого. То есть, мы не придумывали первый знак, но мы сделали ребрендинг, потому что первый знак был более острый, он такой был, такой рубленый, шифт был другой, мы сделали мягче. И если вы знаете, кто основатель этого этой сети, это Андрей Гельцовчук, он футболист, бывший нашего любимого металлиста. Прекрасный парень, очень открытый, модерновый. И вот мы сделали для Андрея такую небольшую, даже, ребрендинг, рестайлинг, чуть-чуть пошевелили форму, и потом это была такая интересная рекламная компания, ничего лишнего, если видели на черном фоне, этот знак был с лампочками. Только раньше. Ну и, наверное, то, что хотел бы показать, это вот проект, который мы напомним сейчас, Happy Music Fest. У нас есть еще минутка-две? Есть ли звук, подключенный к этому? Максим, есть ли звук, подключенный к этому? Если можно, можешь включить, пожалуйста, видео? Максим, Мы помним, перенесли, носили просто вот на те лагодины. Потом в отрочке начали носить какими-то там, отрезками, перенесли, бумажки, собранные или не собранные. Потом пошла тема грандбука, подрезка, сай, какие-то штуки. Мы не претендуем быть таким, как банда, потому что банда очень крутые ребята, и они собираются перенесли так, что вот героинь не все увидели, его хочется просто хлебиться и сесть, потому что здесь все пузит, они не знаю почему-ли, круги, это не просто круги под глазами, это вот те орнаменты, это не просто вышеланки, это уже всем надоело, потому что это такой вот, если вы знаете, шароварщина, уже затасканный, избитый, не всегда приятный уже образ Украины. А вот бусы, да, это круто, и они показали это так, что им воспользовался весь мир. Вот наш способ презентации фирменного стиля, это фестиваль, который состоится весной следующего года, и наша задача была взять бренд вообще хоккей-юзик-тест, мы сам его полностью не рисовали, но мы сделали так, чтобы он интерпретирован был в 19-м году через то, что центральным тезисом, по крайней темой, центральной идеей была в городе Моцарка. Я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, вам понравилось следующий тезис. Спасибо.